Дорогие братья и сестры, на этой неделе Церковь Христова вспоминает память преподобного Серафима Саровского, чудотворца, святого, который по времени своего жития очень близок к нашему времени. Скончал он время своей жизни в конце XIX века. Жил в то время, когда уже на нашей земле предчувствовалось веяние перемен, так называемых, в кавычках, которые заключались в том, что люди стали отходить от тех основ, на которые строили свою жизнь их предки. Люди стали зачастую просто забывать понятие добра и зла. Этот человек с измальства всей своей душой стремился к Богу и был отмечен особой печатью. Люди такие редко появляются на земле. Чем-то он похож на преподобного Сергия Радонинского по тому вкладу, который он внес в истории нашей страны. Так же, как и преподобный Сергий, он не пытался что-то изменить в нашей стране. Он пытался многое изменить в себе. С молодых лет он уходит в монастырь, несет послушание. 50 лет подвига. Столько он ждал, прежде чем выйти на общественную проповедь. Это очень долгое время. Время, за которое этот человек смог разобраться в себе. Смог увидеть то, с чем должен бороться в себе самому. И укрепиться в любви к Богу и людям. Когда-то преподобного Серафима спрашивали, почему в наши времена нет такого количества, и можно сказать, такого качества святых, как были в первые века. Неужели изменились люди? На это Серафим Царовский отвечал просто. И Господь во все времена тот же самый, и человек тот же самый. Единственное, что изменилось в людях, люди потеряли решимость жить так, как велит Господь. Чем отличается этот святой? Любовью. Любовью к ближним, любовью к Богу. И настоящая любовь человеческая к Богу и людям – это правильный ответ на любовь Божью к человеку. Все мы свои для Бога, потому что всех Он любит. Но по нашему отношению ко Христу, к сожалению, не все мы Его, потому что не все мы отвечаем подобной же любовью на то, что нам дает Господь. Когда люди приходили к преподобному Серафиму, некоторые из них говорили, что нам достаточно было на Него посмотреть и ничего у Него не выпрошать. Потому что мы, глядя на Него, понимали, что Бог есть. И они, ничего у Него не спросясь, уходили и начинали вести праведную жизнь. Святые, на то и не святые, чтобы свидетельствовать о том, что Господь присутствует в жизни каждого человека. Главное, чтобы мы пустили Бога в свою жизнь. Мы всегда ищем, чтобы в нашей жизни была радость. Но очень часто ставим препоны на пути того, чтобы эта радость в нашей жизни появилась. Радость человек может стяжать только тогда, истинной от жизни, когда он нужен другим людям. Когда он чувствует и понимает, что он не зря проживает свою жизнь. То есть он умеет и стремится любить ближнего своего. «Радость моя», – обращался преподобный Серафим Саровский к всякому человеку, который приходил к нему. И возглашал ему вслед за этим Христос воскресе. Он напоминал человеку о том, что истинную радость человек получает только у Бога и только от того, что он нужен ближнему своему. И в этот день хочется пожелать каждому из вас, чтобы вы пустили радость в свою жизнь. Чтобы вы старались быть похожими на преподобного Серафима Саровского хоть в чем-то. А для этого нужно научиться любить Бога и жить не только для самого себя на этой земле. Тогда действительно радость постучится в вашу жизнь, и вы поймете и почувствуете, что вы живете не случайно на этой земле, и ваша жизнь не напрасна. Преподобный Серафим всего три года проповедовал после того, как он нес 50-летний подвиг, большая часть лет из которых он провел в затворе. То есть, отлученный от общения с людьми. И за эти три года он смог сделать больше, чем, может быть, сотни и священнослужителей, и тысячи других людей. Потому что он научился любить. Научитесь любить, пустите Богу в свою жизнь, и вокруг вас спасутся не просто тысячи, а миллионы. И это свидетельство самое важное оставил нам преподобный Серафим Саровский. Тот, кто хочет идти за Богом и хочет с ним быть, Господь не отринет никого. И дай Бог, чтобы эта решимость, о которой говорил преподобный Серафим, посетила, и ваше сердце никогда вас более не оставляло. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...